Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости, подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими обзорами того, что в мире происходит с Михаилом Чаплыгой. Миш, здравствуй. Здравствуйте. Трамп горит, всё улажу. Причём там Зеленского обвиняет и, соответственно, как бы пас даёт. Наверное, такой самый важный пас, который только... Ну, это, в принципе, не новость, у него и до этого была такая позиция. Мол, платите больше, тогда буду вас защищать. Не заплатите, не буду защищать. Вот такая НАТО. Оно вам надо? И как бы вот это всё перед своими избирателями он вывалил, и поднялась волна, ну такая прям, не хуже, чем после интервью Путина Карлсону. Все действительно так и переглядываются друг на друга, мол, а что это значит? А вдруг он и правда придёт к власти, и НАТО развалит, или выйдет из НАТО? Как думаешь, что за этим стоит и чего ждать в этом направлении? Какие резкие действия могут вызвать подобные спичи? Ну смотри, дело в том, что было бы глупо анализировать выступление Трампа и его позицию в отрыве от позиции Путина и в отрыве от того действия, которое было устроено Такером. Если у нас будет возможность, а у тебя желание, я бы всё-таки хотел отдельно пройтись, потому что, именно по этому аспекту, потому что, ну, многие не понимают вообще, что произошло. То есть, это знаешь, как произошёл ядерный взрыв, вроде как трухануло, вот, и всё, и как бы смотри, синее небо, солнышко светит, вот, и всё, как бы ничего не случилось. Ты им пытуешься объяснить, случилось. Случилось то, что, собственно говоря, радиация, которую вы не видите, она вокруг. И, собственно говоря, и детей у вас не будет, да и вас не будет, и урожая у вас не будет, вообще ничего не будет. Всё, кобздец. Говорит, да какой кобздец? Ну смотри, мы с тобой разговариваем, солнышко светит, кобзды нету, ну, то есть, всё же нормально. Ну, я говорю, ясно, хорошо. Вот, мы подождём в монастыре годик, потом выйдем, окинем, так сказать, окрестности, вот, и посмотрим, что будет. Поэтому это очень важно будет рассмотреть, всё в комплексе. Значит, что сказал Трамп? Ничего нового Трамп, по сути, не сказал. Значит, идёт сейчас глобально в мире, то есть, чтобы вы понимали вообще все процессы. Когда-то, в древности, ну, то есть, это где-то, скажем так, это 80-е. Значит, вы знаете тот мир, который вы сегодня знаете, он рухнул, вот, мир 80-х рухнул с приходом глобализма. Значит, пришёл глобализм и мир респы против демов, демы против респов, ну, там, либералы против, там, консерваторов и так далее. Мир, известный вам, социал-демократы против христианских демократов, да, там, Германия и так далее. То же самое в Британии, консерваторы против либаристов и так далее. Это все рухнуло. Больше этого всего нет. Разломы идут не по идеологическим линиям, то есть не по линиям классической политологии, идеологии и так далее. Разлом идет теперь по-другому. Разлом идет между глобализмом, то есть транснационалы, глобалисты, финансовые спекулянты и националисты, так называемые. То есть консерваторы, изоляционисты. Почему их называют националисты? Потому что, смотрите, все выгоды от цивилизации, которые мы имеем, имеются в виду известные нам выгоды. Известные нам выгоды – это возможность путешествовать, свобода, ну знаете, вот эти четыре свободы Евросоюза. Ну если вы не знали, это четыре ключевых свободы. Передвижение людей, товаров, услуг и капиталов. Все это возможно только при условии глобализации. Плюс, бонус от этой глобализации – это уменьшение уровня конфликта, потому что больше нет национальных государств, а все принадлежит одному, причем корпоративному хозяину. И максимум, что может быть, это корпоративные споры, причем внутри корпорации. Это, грубо говоря, в плюсах. Что в минусах? В минусах – установление цензуры, Оруэлл, то есть чистый Оруэлл, понимаешь? То есть полная слежка за всем, полный контроль, отсутствие чего-либо своего, то есть это гарантированная нищета, жизнь на подаяние, ну грубо говоря, на какое-то вспомоществование, все в кредит. Ну то есть вы становитесь просто шестеренкой. Мир становится глобальным, шестеренка может кататься, ну если у нее есть деньги, конечно, может кататься куда хочет, вот и так далее. Но платой, платой за глобализм является, как это, разгосударствление государств. То есть уничтожение суверенитета. Уничтожение суверенитета в государств – это первое. И уничтожение прав и свобод. Все становится строем. Естественно, то есть это волновые процессы. Естественно, что вопреки этому всему начинают просыпаться люди, которые начинают говорить, да мы же суверены, да у нас же история там тысячи лет, а у нас четыре тысячи, а у нас десять, ну а у нас там пятьсот, да. Вот, анекдот знаешь, когда встречается Югослав с американцем, да, вот, Югослав смотрит так презрительно на американца, значит, после всех событий. Говорит, ну и что, значит, а у вас как бы нету истории, ну по сравнению с нами. Смотрит на него так американец, смотрит, смотрит, как я на тебя. Он так опускает очки, говорит, а у вас зато нет географии. Понимаешь? Вот. Ну, в общем, эта эпоха, она тоже под концу, то есть была эпоха вот этой холодной войны, да, когда были национальные государства, столкновения двух технологий. Потом была эпоха global village. Think globally, act locally, да, вот это транснациональная и корпоратизация государства. И новая эпоха, слом опять. Теперь опять мы возвращаемся к национализации государства, да. Поэтому вы наблюдаете в Германии, например, очень яркий пример. В Германии вы наблюдаете всплеск ультралевых и ультраправых. Суммарно ультралевые и ультраправые, вместе там, ну с неопределившейся оппозицией, это более половины всех граждан Германии. То есть контерсистемный протест против системы транснациональной глобализма уже более 50%. Точно такая же ситуация в США, один в один. То есть Трамп представляет не республиканцев, он представляет идеологию мага. Идеология мага это по сути, ну, антиглобализм, да. То есть вот если, вот это я называю секта волкеров, ну, кто-то их по-другому может называть. Ну, вот это вот ESG agenda, значит, ну, в смысле ты должен чем-то пожертвовать, да. То есть, грубо говоря, ты должен, либо ты социальный бонус не получаешь, либо, если ты хочешь получать социальный бонус, ты должен, нравится тебе или нет, уважать там ЛГБТ, отказаться от того, что есть процессия земной оси, от знаний физики, от всего, и признать, что просто идет СО2. Это не передел мира, а СО2, да, ну, и так далее. Что идет потепление, потому что придят коровы там, ну, и так далее. Ну, тебе не все равно, из-за чего идет потепление, из-за вулканов, из-за прецессии, или из-за придящей коровы, тебе все равно. Поэтому ты соглашаешься отказаться от знаний физики, взамен, взамен ты получаешь определенный бонус. Это и есть религия ESG. То есть иначе тебе не дадут кредит, тебе не дадут деньги на развитие, тебе не дадут владеть твоими деньгами, у тебя не будет бизнеса. И это в глобальном масштабе. Государство не получит денег, там, от фондов каких-то, да, и так далее. Так появляются некие вангард-капиталы, блэк-роки и все остальное. То есть все бабло там, понимаешь? Вот. Но что произошло? Произошло сначала в США, вот эта вся штука, а потом она экстраполировалась на весь мир. То есть, знаешь, как вершина пирамиды, далее оно проросло на весь мир. Появились такие правительства везде, в Европе. Если ты возьмешь недавнее заявление Шарля Мишеля, по-моему, я не хочу их путать, то ли Боррель, то ли Мишель, по-моему, Мишель. И он говорит, что выборы, которые будут, это же не только выборы в США, ребята, внимание, очень важно понимать. Летом будут выборы в Европарламент, в каждой стране. И нужно понимать то, о чем говорит Шарль Мишель, по-моему. Он говорит, что все то, что мы знаем, Европа, это есть продукт этого глобализма. Если бы не он, Европа никогда не была бы ЕС. Но ЕС тоже уже всех не устраивает в том виде, как есть, понимаешь? В любом случае она уже сыплется. Ну, по крайней мере, реформизоваться как-то будет. Так вот, он говорит, что если не будет абсолютного большинства в парламенте, ну, такого, транснационального, глобалистичного, то в таком случае разрывается Еврокомиссия, Европарламент и Совет Европы, Европейский Совет, извини, я их путаю, Совет Европы, это другое, Европейский Совет. Если разрывается моно-большинство в этой тройке, то в таком случае накрывается медным тазом вообще весь этот проект. Внимание, значит, теперь возвращаемся к Трампу. Трамп решил, что нужно чикнуть, то есть его не интересует весь мир, его интересует власть США, и он представляет ответную волну, знаешь, как приливы и отливы. Он представляет волну этих националистов. Он говорит, мне все равно, что происходит в Уганде, меня чисто цинично интересуют интересы США. Интересы США зависят от чего? Где наши базы стоят, да? То есть что мы контролируем? Демократия, это все понятно. Значит, базы должны стоять на нефтяносных местах. Демократия только там, что непонятно. За них борются противники. Значит, хорошо, кто? КНР, значит, мы должны противостоять КНР. Кто русские залезли куда-то, значит, мы должны противостоять русским. Ну и так далее. То есть это сброшены эти все маски. Демократии там, пердайте и так далее. Все это ушло в прошлое. Значит, теперь очень важно понимать, очень цинично. Мы вкладываем 10 баксов, что мы получим взамен? Мы получим 15. Если мы не получаем 15 баксов взамен, то 10 мы вкладывать не будем. Точка. Все очень просто. Ты понимаешь, что со временем меняется очень многое. Был Советский Союз и был НАТО. Ну то есть, что такое НАТО? Вот чтобы понимать слова Трампа. НАТО, это по сути, по сути, это объединение баз США в Европе. То есть это государство дает право США размещать свои базы военных. Это раз. Обязуются собирать бабло со своих посполитых. И на это бабло загружать работой ВПК США. Либо свое ВПК, в котором BlackRock, Vanguard Capital или деньги США являются 50 плюс 1 процентов инвесторов. То есть какая мне разница, где будут работать. Ну поделимся рабочими местами. То есть рабочие места в США и бабки. Либо рабочие места в Европе. Но бабки наши. Ну и прибыль, и инвестиции. То есть, по сути, империя, ну то есть вы становитесь вассалами, приходит империя и говорит, все, вы теперь под нашей защитой. Но взамен, ну чтобы мы не приходили к вам дань собирать. Вы сами собираете дань. И на эту дань вы отправляете бабки нам, чтобы у нас были рабочие места и ВПК. Либо вкладываете у себя, но при этом 51 процент пакета наш. Но при этом вы создаете рабочие места, крутится экономика и так далее. Все это было создано, этот зонтик, был создан во время Холодной войны. То есть был Советский Союз и Варшавский договор и НАТО как противостояние. Как только исчез Варшавский договор и Союз, вопрос, а НАТО что? Понимаешь, да? Ну а поскольку чем-то заниматься надо, поскольку любые законы развития империи, они распространяются на предприятия, на что угодно. То есть ты живешь, пока расширяешься. Как только ты остановился, начинается бурление. Как только ты сжимаешься, взрыв изнутри. То есть это же как бы простые законы. И другого варианта нет, чтобы выжить. Чтобы эта система бежала дальше. Неважно, есть там СССР, нету его. Надо расширяться. И оно начало расширяться. Оно расширялось до тех пор, пока оно не зашло на красные линии, так называемые. У России этих красных линий несколько. База Тартус, Сирия, Калининград и Крым. Помнишь этот флот русский, который согласно договору и компромиссам нашей Конституции стоял в Крыму? Три точки. Более того, вся эшелонированная оборона Москвы, мы много раз с тобой об этом обсуждали, стоит триллионы денег. Она после Второй мировой. Так вот, для того, чтобы она имела смысл, от нее должна быть дистанция 400-500 километров до НАТО. Понимаешь? Потому что если дистанции нет, все эти эшелоны теряют всякий смысл. Понимаешь? И три рэперные точки. Вот ключевые вещи. Как только одна из точек и вторая точка продвижения ближе, чем 400-500 километров, все, у русских упала планка. Особенно, когда встал вопрос Очакова. Очакова – это контроль Крыма. То есть вообще, понимаешь? Как только это стало, у них упадает планка. И они говорят нам как бы по барабану, как вы нас назовете, и идут войной против Украины. То есть не против НАТО, заметь, против Украины. И начинаются санкции, сусанкции и так далее. Теперь далее. Внимание. Значит, что говорит Трамп? Он говорит, поскольку исторические периоды сменились, какой наш интерес в Европе? Ну, то есть давайте определяться. Есть ли интерес США в Европе? Смотрите, с начала войны мы путем обрезания энергетики, пересаживания на наш скрапленный газ и так далее, а плюс прямыми, вопреки ВТО, прямыми вложениями государственных денег в свою зеленую промышленность. То есть мы сначала пересаживаем Европу на зеленую промышленность. Это сумасшедшие бабки. Они не вытянутся, то есть дальше идет конкуренция ВТО. И тогда США говорят, а мы вложим 300, через сколько, через 700 миллиардов мы вложим госденег. Европа говорит, да подожди, ну в таком случае мы будем неконкурентны. Говорят, ну конечно, у вас свой рынок, что вы к нам лезете? Понял, да? Потом обрезается, когда вы делаете необратимым переход вот этот зеленый для них, вы обрезаете им газ, уходит БАСФ, это крупнейший, значит, Мерседес и все остальные. Все начинает уходить куда? В Китае, в США. Опачки. А потом вы перекручиваете краник и говорите, что вы не будете делать ни военных поставок, платить ни финансов на войну против оккупантов России у нас, и перевешиваете это на Европу. Все. По итогу Европа становится неинтересна вообще. Ни рынок, ни все уже, ну вынули оттуда, понимаешь? Говорят, ну а теперь кошка бросила котят. И тогда Трамп говорит, а в чем выгода с этого всего? Тогда пусть либо они загружают бабло в нас, ну платят нам, либо за хреном нам сдались. Тем более, что есть гениальная идея переместиться в Азиатско-Тихоокеанский регион, ибо там аукус, правильно? Отлично. Зачем тогда? Говорят, а, ну и пожалуйста, содержите сами себя. То есть у вас же нормально все с баблом. При этом он говорит, посмотрите, ВПК США уже после всего, что есть, загружен на сто процентов. То есть сколько бы ты ни дал, выше ты уже не схаваешь. Рот порвется, понимаешь? И получается, теперь вкладывать можно в Южную Корею, куда угодно, но США уже физически не потянут. И вопрос же не только в бабках. А для того, чтобы эти бабки что-то произвели, тебе нужно найти этих рабочих, ну то есть логистические цепочки новые, поставщики и так далее, и так далее. То есть это очень длинный путь, и непонятно, когда оно вообще отобьется. И Трамп, как очень циничный кадр с калькулятором, вышел и сказал, товарищи, вообще вопросы нет. Они нам платят, мы их защищаем. Что непонятно. Они не платят, мы не защищаем. Помнишь, как была встреча Меркель и Трампа? Очень многие забыли, это очень важная встреча. С нее многое началось. Когда приехала Меркель к Трампу на переговоры, Трамп был президентом, и Трамп говорит, слушайте, давайте это, вот Чаплыга там научил, дайте маски лицемерия, щик, блин, сорвали вот так. Знаешь, как это, эпиляцию проведем. На бородатую морду наклеим, значит, это воска, а потом резко дернем. Да, так раз, такая эпиляция, опа, блин, и все, все прозрели, понимаешь. Вот, он зовет, значит, эту Меркель. А Меркель говорит, а что вы делаете? А что вы вводите пошлины на наши Мерседесы, на нашу промышленность и так далее? Мы же, типа, друзья. Он говорит, да, конечно, друзья, я взял калькулятор и посчитал. Значит, мы у вас купили, ну, грубо говоря, мы у вас на 10 миллиардов купили вашей продукции. Купили. Значит, пожалуйста, купите у нас газа нашего, скрапленного, дорогого, купите на 10 миллиардов. Что ж непонятного? Ну, так по-честному будет, да? Мы у вас купили Мерседесов на 10, а вы у нас газ купите на 10. Меркель говорит, да подожди, мне русские на 10 миллиардов дадут его в 100 раз больше, чем от тебя. Он говорит, да мне плевать, от кого вы там возьмете. Мне вообще насрать. На 10 ярдов купили мы, на 10 ярдов купите вы. Будет по-честному. Нет. Почему? Вот так выглядят демократические ценности. Понимаешь? Ясно. Так вот, то, что ты услышал, Трамп ничего нового не сказал. Он просто сказал, теперь во главе угла будут национальные интересы государств, а не транснациональные глобальные корпорации. Хорошо. И тут давай все-таки, вот смотри, ты немножко, ну, только крючок запустил, хотел сказать в печень, но нет, не в печень, а просто крючок запустил. Нет, у нас в монастыре молочко привозят. И тут в келью постучали, понимаешь? Вот. И ты знаешь, а он очень важный. Сейчас понеслась. Экс-президент Монголии. Кто? Монголии. Карту публикуют монгольского, вот это, Иго. Вот откуда они наступать-то собрались. Этот актер там китайского происхождения говорит, а, говорит, Путин, ты тут истории учишь, так получается, давай-ка Дальний Восток, Сибирь, вот, возвращай взад. А давай-ка в Дальний Восток-то. То есть, понимаешь, и вот началась вот эта волна, хотя я вот честно скажу, я с тобой даже согласен. По сути, очень мало кто вот вообще по-нормальному проанализировал и как бы прокомментировал все, что произошло на интервью к Такеру Карлсону. Почему? Потому что, с одной стороны, вроде как, ну, пропагандисты куражатся. Елей в уши, как все было хорошо. Карлсон, открывающий глаза малышу, да. Ну, то есть, прям великолепное, вехо историческое, историческое интервью, что-то вот такое, ну, вот очень большое и глобальное. Другие, понятно, начинают там гадить, ну, хватать за язык, где-то там что-то посмеиваться, где-то там, ну, в общем, те, которые плохо относятся. Вот мы дождались уже. Но и те, и другие разносят говно по палате. Вот. А что произошло, что так, ну, тебя как бы толкает к такому выводу, что ты сравниваешь нас с ядерной бомбой и радиацией, которая распространяется, и о существовании и передозе которой мы узнаем, когда, грубо говоря, позеленеем и побежим, так сказать, ну, к белому брату. Значит, смотрите, друзья, я не собираюсь никого ни в чем убеждать. Значит, запомните первый тезис. Если вам кажется, что вами не управляют, значит, вы в руках профессионалов. Если вам кажется, что интервью такера, что там ничего, ну, блин, вышел этот престарелый из холодильника, значит, начал там, покрылся инеем, стер этот иний на глазах и давай, значит, что-то там вещать. Нога дергалась, коленку успокаивал, там что-то еще. Вам легче? Ну, отлично. Я с вами абсолютно согласен. Все. Я же не спорю. Но если вам интересно, что по этому поводу думает Закулиса и методологи, Бильский клуб, в моем лице заседая в келье в Ватикане, то я, в принципе, готов поделиться, ибо это не является тайной. И когда-то я читал об этом лекции. Я учил этой пакости. Так вот, обратите внимание на следующую вещь. Давай вот так. Лекция о предыдущих лекциях. Это будет очень важно, чтобы вы умели анализировать события. Первое. Всякое интервью, когда вы его делаете, должны понимать, какие у вас целевые аудитории. То есть, мне абсолютно фиолетово, что про мои мысли и так далее думают те, кто меня ненавидит. Когда, ну, это касается выборов, например, когда кто-то там идет в парламент и начинает там, значит, стянать, боже, да тут каждый восьмой комментарий, значит, какой-то хейт и так далее. Да все. Я говорю, да мне все равно, да хоть каждый девятый. Порог в Раду сколько? 5 процентов? Отлично. Так вот, важно, чтобы у тебя было 5, а то, что против тебя 95, это вообще не гребет. Понимаешь? Работай на 5 процентов твоего электората. Вот точно так же и здесь. Значит, какие были целевые аудитории? Целевая аудитория американская. Какая? Нужно было взять среднего американца, сторонника или колеблющегося, ну, то есть, отдельно колеблющегося, отдельно сторонник, да, Трампа. То есть, это все было рассчитано на аудиторию Трампа. В каких штатах? Кто? Портрет этого человека. То есть, сколько раз он выезжал в магазин, сколько раз он пересекал границу штата, сколько раз он выезжал, где он считает, находится Украина, где он считает, находится Южная Корея, там, и так далее, и так далее, да. Это берется коллективный портрет фобии, страхи, устремления конкретного среднего американца, сторонника Трампа. Берется такой же портрет усредненный, колеблющегося. Работа на аудиторию демократа, по смыслу, ну, понимаешь, не то время. Идет сейчас фаза позиционирования, то есть, работа на своих. То же самое, поскольку выборы в России, идет фаза позиционирования, ну, Путина на своих. А теперь внимание. Если вы обратите, на что нужно обратить внимание, то есть, как профессионал оценивает. Первое. Вы выключаете звук и смотрите все без звука. Вы обращаете внимание исключительно на то, как переключаются картинки, мимика и все остальное. Следующее. Вы выключаете, вы выключаете, внимание на картинку, вы слушаете звук. Если вы прислушаетесь, вы услышите всплески звуков, ну, то есть, когда идет монотонный перевод, потом тык, а потом бах, резко всплеск русскоязычного, ну, то есть, оригинала ответа, а потом он становится тише, и на фоне тише начинается американский текст, ну, английский. И наоборот. То есть, вот такие вот тык-тык-тык-тык-тык-тык. Это ж, ну, как это, качели эмоциональные, то есть, это работа на эмоциональном уровне. Это нужно, чтобы вы поняли, как работает эта штука. Значит, первое, вам нужно, но для этого надо знать английский. Вы должны прослушать в оригинале, как это шло у Такера. Потом, вы должны прослушать без английской, то есть, только, ну, грубо говоря, послушать в российской версии, но без английского перевода, то есть, чисто перевод для Такера и послушать в оригинале Путина. И тогда до вас дойдет, что там две звуковые дорожки. Перевод, который давали на американскую аудиторию, не такой, как в оригинале говорил Путин с оборотами, которые идут в русском языке, для своей. Это интервью в звуковом. Правое ухо для американцев, левое ухо для русских. Очень профессионально разведено. Далее. Вам нужно было бы прослушать это. Вот, грубо говоря, Путин говорит на русском, сверху Такеровский, ну, и оригинал, английский, а я еще в ту ночь, я пытался посмотреть, транслируют ли это по русским каналам, то есть, я-то английский знаю, да, и там шел русский перевод на английский, с английского перевода русского текста, который, ну, знаешь, вот такой тройной. И послушать, что переводил переводчик для русской аудитории, это еще третья, третья составляющая. Теперь вам нужно вспомнить мой старый анекдот про картину. Это когда Советский Союз уезжает, умный еврей уезжает, значит, в Израиль, значит, пароход, все, ну, не пароход, в анекдоте про самолет было, значит, в Советский Союз, он садится, значит, на самолет, и вместе с пожитками несет картину большую. На ней изображен Тарьч Ленин. Ну, таможенник в аэропорту говорит, что это? Он говорит, ну, как, я покидаю Советскую Родину? Ну, как я буду там в Израиле без товарища Ленина, который будет освещать мне путь там и так далее? Ну, без Ленина, да, ну, значит, ну, бери Ленина, лети. Прилетает он, Бен-Гурио, на аэропорт, значит, его встречает, значит, таможенник, пограничник, смотрит, говорит, ты шо припер сюда, значит, ну, и на Ленина показывает. Тарьч умный еврей, смотрит на эту картину, берет ее, выбивает коленом картину, значит, картина, картина, Ленин, Ленин, рама золотая, и пошел, понимаешь? Поэтому с тех пор родилась фраза, люди, когда вы что-то видите, вы всегда помните, руки, рама, картина, то есть, вы подошли, что вы обсуждаете, что важно, картина, которую вам нарисовали, ну, то есть, что там сказал Путин, да мне насрать, что он сказал, там, про историю, про что-то еще, господи, что в голове было, то и сказал, какая-то разница, или вас интересует рама, то есть, как это все было, и вот то, что я вам рассказывал, механика этого всего, или вас интересуют руки, которых вы не увидели, а вы видели, возможно, чуть-чуть белых перчаточек круг-круг, которые эту картину тягали вам перед глазами, руки, рама, картина. Теперь внимание, запомните, мои друзья, никакой объективной истории не существует, никогда не существовало, вообще, она всегда субъективна, ибо история творится живыми людьми, персонажами, это значит, что она по определению субъективна. Никогда не задавались вопросом, почему одна и та же битва, например, между Францией и Германией, одно и то же историческое событие, это победа в Германии и победа во Франции, одно и то же, потому что на основе этих исторических событий, которые вы не можете переписать, вы можете написать миф, знаки и символы, миф, вы можете написать миф о своей истории, и для вашей страны это суверенное право. Германия напишет свой миф, Франция напишет свой, и вы живете в этих мифах, и это нормально, это называется мифологема государства, у каждого государства свои мифологемы, ну что я буду соваться в мифологему России, у них свое, нам бы свое выстроить, понимаешь, нам бы свое выстроить, причем желательно не на истории одного маленького осколка, а интегрально, понимаешь, но с этим пока что какие-то траблы, понимаешь, вот, так вот, поэтому я не обращал внимания на картину, я сказал, вот рам, а теперь внимание руки, которые ее носили, и зачем, что произошло с руками, есть старый советский, да, в интернете в этом миллион всего найдете, сидят детки за столом, да, и воспитательница, ставит две белые пирамидки на стол, и говорит, детки, детки, что вы видите, ну мы видим две белые пирамидки, один, второй, все видят белые пирамидки, воспитательница, забирает одну белую пирамидку, ставит черную, но с одним учеником, ну, ребенком, тайно договаривается о том, что он скажет, что видит две белые, просто этого в фильме нет, но это по условиям эксперимента, там даже нескольким, по условиям эксперимента, нескольким это говорили, потому что речь шла о том, что два-тире три, ну, как бы, говорят, что две белые, а оставшиеся повторяют за ними, и действительно, в этом детсадовском эксперименте, когда мальчик, пользующийся авторитетом в группе, говорит, я вижу две белые, мальчик рядом смотрит на него, смотрит на воспитательницу, она не сделала ему замечаний, и кивает головой, мальчик говорит, я вижу две белые, девочка, две белые, или две белые, две белые, потом воспитательница говорит, ну, подождите, ну, берет, значит, а, говорит, девочка, Все белые, все понятно. А забери со стола черную. И девочка тянется и забирает черную пирамидку. Говорит, подожди, но ты же только что сказала, что две белые. Как ты могла ее взять? И она смотрит на воспитательницу. Говорит, ну потому что они так сказали. Это известный психологический эксперимент. Теперь следующее. Сейчас я к нему вернусь. Чтобы вы поняли, что такое такер. И почему это так. Значит, следующее. Представьте себе, что у вас два крыла в самолете. Два крыла. Левая и правая. К примеру, Чаплыга антиглобалист. И Шелест, транснационал глобалист. Ну а что нет? Ты глобален, а я национален. И это нормально. Ты можешь видеть всю картину. Я буду со своей точки зрения аргументы, ты со своей. И в результате вот этого микса общество будет выбирать средний некий путь. Теперь представь. А что, если ты получаешь власть? Получаешь власть. И обрезаешь половину. Говоришь просто культура отмены. Опа! И отменяешь меня. То есть, ты берешь всю правду. Ну, грубо говоря, условная правда. Сто процентов. Ты режешь пополам, выбрасываешь половину. Оставшиеся пятьдесят принимаешь за сто процентов. И устраиваешь внутри видимость, ну, дискуссии. Понимаешь? То есть, не дискуссия между ЛГБТ и традиционно, да, там, брак. Ты вырезаешь традиционный брак, остается только ЛГБТ, и ты говоришь. Давайте дискутировать. ЛГБТ и или ЛГБТ и плюс чего-то там. Понял? Все. Традиционного брака больше нет. И вся дискуссия теперь внутри вот этого. И так десять-двадцать лет. Понял? А теперь, внимание, что произойдет с обществом? То есть, ты блокируешь, ты задаешь вот это ESG-адженда. Твоя социальная сеть, если ты хочешь на ней зарабатывать, не получит капитализации, если она не будет продвигать идеи там, вируса, вакцин, ЛГБТ, там, этого, зеленые адженды, еще чего-то и так далее. То есть, ты не получишь ESG. Вот ты должен соответствовать и.с.г, да, вот этим параметрам. Если ты этим параметрам не следуешь, у тебя нет денег, у тебя нет рекламодателей, у тебя нет ничего. Все. Понимаешь? В результате, в результате, получается, что все медиа, и соц.СМИ, и медиа идут в одном мейнстриме. Понимаешь? То есть, нет альтернативы. То есть, тебе создали моноэфир глобальный. И вдруг, то есть, ты привык жить в этом шапито. Тебе хорошо. 180 градусов, которые, ну, в смысле, полусфера, 180 градусов полусферы, ты смотришь на небо, и ты видишь звезды. Ну, то есть, они... И тебе кажется, это нормальный мир. На каком-то этапе ты уже понимаешь это. Ну, то есть, ты пришел в планетарий, и тебе кажется, что это реальный мир. Звезды, вот они крутятся, да? Ты уже не обращаешь внимания на этот аппарат, который транслирует эти звезды. И вдруг происходит разрыв. То есть, грубо говоря, вдруг откуда ни возьмись, прорывается купол, в него падает некий Карлсон, понимаешь? Сваивается с этого купола прямо по центру, понимаешь? А в образовавшуюся дыру ты видишь звездное небо. Это я не можешь понять. Я не понял, как это? Ну, тут одно звездное небо, а другое? Откуда Карлсон упал? Кто-то может мне объяснить? Небо. Откуда он упал? Как он мог это сделать? И тут ты начинаешь понимать, что это все нарисовано. И получается, как же это работало? Когда ты берешь 80% правды и домешиваешь 20 лжи, и делаешь это общим куполом, оно работает. Но когда Карлсон прорвал вот этот купол и упал по центру этого всего, получается автоматически ты воспринимаешь даже эти 80% правды, которые были в этом всем, ты начинаешь в ней сомневаться. Реально, и правда, ты начинаешь в ней сомневаться. Понимаешь? Все становится ложью одновременно. Теперь возвращаемся к пирамидкам. Представьте себе, что Чаплыга взял и поставил вам на столе, перед вами, три пирамидки. Красную, желтую и зеленую. Светофор. Говорит, вот, ну, не Чаплыга, а кто-то поставил, вот три. И Чаплыга смотрит на них и в начале игры говорит красное, желтое, зеленое. И Шелест в начале игры говорит, ну, красное, желтое, зеленое. Я за зеленое. Ну, говорит Шелест, я за зеленое. Чаплыга говорит, а я за красное. Ну, и мы переставляем эти пирамиды. В этой этапе Шелест, получив власть, выходит и объявляет. С сегодняшнего дня все три пирамидки зеленые. Выходит кто-то против Шелеста, ну, из моей парафии. Говорит, Шелест, ты лжешь, пирамидки, как бы, цветные. Шелест говорит, да, серьезно? И этот товарищ становится, а, безработным, без инвестиций, никого социального бонуса, ничего. Выходит другой, значит, из нашего монастыря, еще Плывинска, выходит, смотрит на это все дело, думает, слушай, да какая мне хер разница, какого цвета эти пирамиды. Ну, хочется Шелесту, чтобы они были три зеленые. Да ради бога, три зеленых свистка. Я за это что? Ну, мне-то от этого что? Да насрать на это все, правильно? Значит, мне главное, социальный бонус, инвестиции, работа, ну, повышение, там и так далее. Я выходит и говорит, слушай, Шелест, ну, конечно, эти три пирамидки зеленые, смотри, какой я умничка. И раз, и ты пошел в социальный рост. В результате, 80% превращаются в лицемеров. 80% превращаются в лицемеров. Это как было во времена СССР и сейчас, уже, к сожалению, в современной Украине, когда пропаганда учит тебя одной теории истории, да, а родители дома тебе рассказывают, да, оно все не так, оно по-другому. И у тебя в голове складывается две истории, да, одна от родителей, настоящая, ну, с твоей точки зрения, и вторая государственная. И ты учишься дома быть одним, а на внешнюю сторону быть другим. На каком-то этапе это настолько становится приемлемым тебе, что ты даже не замечаешь, ты на автомате, конечно, зеленые, блин, ну, в чем проблема? И соцопросы, ты выйдешь и скажешь, зеленые, да, но дома ты знаешь, что они, ну, то есть ты же понимаешь, что это ложь. Просто ты так привык, тебе так комфортно. 20% по пропорции, условной пропорции Паретта, 20% становятся жертвами пропаганды, и они действительно становятся дальтониками, и реально мозг считает, что эти три пирамиды зеленые. Когда приходит Такер, но внутри протеста есть, то есть ты же внутри себя понимаешь, вот эти 80%, и тут появляется некий Такер. И вот сказка про голого короля. Все типа, король, да какие у тебя пуговицы, да какая у тебя ширинка классная, ой-ой-ой, а что это у тебя за тут медальки такие? Потом выходит какой-то мальчик грязный, такой, и потеряется, говорит, король, так ты голый. И все, знаешь, вот это. И вот тут появляется Такер, такой, лазерит, я не понял, говорит, вы что, на столе стоит, первое, что он сказал, он не сказал цвета, он сказал, на столе стоят три разноцветные пирамидки. Йоп! И тут переключаются, эти 80%, переключаются, говорят, блин, ну они реально разноцветные, это правда, они разноцветные. И тогда они становятся его ядерной аудиторией, потому что этот человек не побоялся, вопреки, сказать то, как оно есть. Они тут же, он привлек их доверие, правдой, ну что они разноцветные. И внимание, теперь он стал альтернативным мейнстримом, понимаешь? Первый мейнстрим говорит все зеленое, и вдруг появляется альтернативный мейнстрим, который говорит разноцветные. На фоне, ну то есть, зеленый разноцветный побеждает разноцветный, потому что это соответствует. Далее, выходит Такер и продолжает. Первая пирамидка красная, вторая пирамидка синяя, а третья пирамидка зеленая. Все начинают чухать репу, непонятно, ну он же правда, они разноцветные. Рассказывали, что три зеленые. Я вижу красную, желтую, зеленую. Такер говорит, красная, синяя, зеленая. А теперь, просто включайте мозги. Значит, если первые солгали, во-первых, они сказали, что пирамидки одинаковые, а они разноцветные. И второе, они сказали, что они все зеленые. То есть, две ошибки. Они красную и желтую называли. А что вышел Такер? Такер сказал правду, что они разноцветные. Правду, что красная, красная. Правду, что зеленая, зеленая. Единственное, в чем он соврал, это превратил желтую в синюю. Когда ты выбираешь из двух, потому что третий нет. Из двух, была одна альтернатива, и вдруг стало две. Из двух альтернатив ты выберешь ту, в которой меньше лжи. И на каком-то этапе ты будешь считать, что согласиться с тем, что желтая стала синим, это такая мелочь по сравнению с тем, что раньше тебе говорили, что все три зеленые. Понял? Вот в чем эффект Трампа. Господи, блин, вот он в чем. Он просто взял бензопилу и отрезал от этого дерева, которое проросло, глобализм и транснационализм, и вот этой всей оруэллщины. Он взял и отрезал корень. А кому нужно отрезать корень? Трампу. Вот тебе и все карты. Очень глобально и профессионально сделанная игра. Очень дорого. Очень. Какие последствия? Ну, вот такие, которые мы должны понять, и четко связывать, что ага, вот это вот происходит, потому что вот было это интервью. Значит, последствия первые. Очень сложно будет теперь в Конгрессе, да и в Сенате проголосовать пакет помощи по Украине. Это первое. Это для нас первое последствие. Второе. Любая деятельность демов по нам будет под жесточайшей критикой респов. И они будут пытаться, это же предвыборный год, и они будут пытаться уходить от этой темы. То есть, им нужны позитивные кейсы, понимаешь? Это второе. Третье. Это ударит по поддержке нас со стороны Европы. Шольц-то ехал в США. Зачем? Сказать, что извините, но мы на втором месте, а теперь уже реально на первом месте по поддержке Украины, но мы не тянем. На что ему Джо Байден говорит, ты вообще молочина, ты классно тянешь, если у тебя так хорошо получается, то почему бы тебе не тянуть это дальше? Понимаешь? А дальше никак. Европа, осознавая, что потом придет циничный Трамп, который будет на калькуляторе все высчитывать, как он это делал при Меркеле и так далее, да? Они говорят, так в таком случае получается, нам самим теперь надо собраться и вооружиться и так далее, потому что даже если румынский там премьер и не только румынский, многие другие тоже говорили это вопреки Столтенбергу, да и Столтенберг раньше так говорил, потом что-то меняет свое мнение по поводу того, что в обозримом будущем никаких агрессий со стороны или там посяганий со стороны России на НАТО они не видят. Понимаешь? Но для того, чтобы не было этих агрессий и посяганий, у вас должен быть геостратегический баланс. А для того, чтобы достичь геостратегического баланса, вам необходимо что? В себя вложить. Не в Украину, в себя. Понимаешь? А это вторая сторона медали. Сначала там морозится, да, в США, а потом и тут, потому что каждый сам за себя. Потому что мир так. То есть, ну то есть, это в транснациональном есть один начальник корпорации или там совет директоров и внутри корпоративные споры, да. А когда это все падает и приходят национальные государства, тогда на основе двусторонних соглашений или коллективных. И тогда получается, что Украина просто становится дистанцией и для одних, и для вторых. Но превратить Украину в дистанцию, это я говорил еще за полгода, на эфире говорил до войны, что произошла очень драматическая перемена. Россия перестала видеть в Украине какую-либо там перспективу для себя отношений, какие-то там сказки про эти религиозные, этнические, языковые братства и так далее. Это все сказки. На каком-то этапе еще за полгода до войны русские стали видеть Украину как дистанцию, то есть выжженную землю. Я сказал, это очень опасно. И то, что они начали делать тогда, помнишь, первые буквально месяцы, полгода на Востоке, кто первым лег? Русскоязычные, правильно? Единоверцы, религиозные храмы там и так далее, и так далее. То есть русские под предлогом освобождения какого-то там чего-то еще, деноцификации, приступили к деноцификации чего? Русскоязычных православных на Востоке, правильно? Их в землю деноцифицировали, первым. Ну, то есть они просто пошли по дистанции. Но получается сейчас, после Такера и после вот этих всех разговоров США, теорию дистанции будет применять и Европа западная. Понимаешь? И получается с двух сторон дистанция. Если это дистанция, то зачем тут люди, зачем тут земля, логистика? О каких инвестициях вы ведете речь? Где? Инвестиции в дистанцию? Что? Вот тебе и последствия. Потрясающая аналитика корпорации РЭНД выходит вот сейчас, да, то есть свежая. В общем, рекомендует скорейшему, скорейшее завершение войны в Украине правительству США и власть США эта корпорация и устойчиво... Давай два слова скажу. РЭНД это единственный аналитический центр. Я не знаю, корпорация или нет, но у них там разнесенная система. Это единственный аналитический центр, который, с которым я отношусь с уважением в Штатах. И это тот центр, который год назад, в декабре, его предсказания и его аналитика полностью совпали с тем, что говорил я по сценариям и что говорил в свое время Стариков. То есть, это вот все, что я смотрел, вот если на кого-то обращать внимание, то это не эти ЕСВ дали британские разведки, а именно РАНД, на который ты ссылаешься. Но я еще не читал их свежего. В общем, нужно быстро, да, закончить войну и прекратить огонь, иначе Украина может потерять еще больше территорий, и риск вот этой войны России и НАТО, ну, столкновений, он будет выше. Хотя американским политикам стало трудно выйти за рамки решений военного времени, им следует отказаться от концепции длительной и жестокой войны в отношении Украины и России, потому что последствия будут необратимые, неблагоприятные. Речь идет об экономических последствиях как для Запада, так и для Украины, которые будут негативные, какую бы послевоенную стратегию кто бы не выбрал, да, вот в Америке, там, в Европе. А вот усилия Вашингтона для скорейшего окончания войны лучшие возможности предоставит для Украины сдерживание вот этого будущего российского вторжения. Ну, этому будущему российскому вторжению много, там, посвящают сейчас времени в разной прессе, и вот такой взгляд у корпорации РЕНД. Я вот этот как бы момент хотел бы финализировать интервью Путина. в котором он дал пас на запад, что по сути сказал Путин, что он вел переговоры, что дали его с той стороны, ключевое, что он сказал, что все было подписано, и эти документы есть, и судя по всему, эти документы Стамбула не показывают, потому что они еще не история, и видимо они готовятся в будущем лечь опять на стол, а все уже подписаны, лечь опять на стол, и стать финалом. То есть, судя по всему, стороны подписывают те документы в Стамбуле, договорились, они действующие, но тумблер, включить их, включится только тогда, когда одна из сторон запросит это, и это будет воспринято второй. то есть, Украина считает, что рано, потому что мы можем перед перехождением к ним отвоевать больше своей территории у врага оккупанта, Россия считает, что в принципе это выгодно, потому что они считают, что они смогут больше оккупировать, и поскольку обе стороны уверены в том, что время играет на них, ну то есть имеется ввиду в плане географии, не считая демографию, долговую нагрузку, финансы, экономику и так далее, то в таком случае, ну когда стороны решат, тогда оно и включается, то есть уже собственно говоря, все мы договорились, подписи стоят, то есть как только наш флажок поднимаете, ну все отлично, тогда оно вступает, то есть оно вступает, по сути, в день, когда поднимается флажок, на текущих условиях, на момент поднятия флажка, понял, да? Можно ли сейчас поднять флажок в Украине? Да нужно, это будет зрада, ты что? Это будет зрада, ну потому что ты первым придешь и спросишь, если условия Минска были лучше, чем Стамбул, но мы отказались от того, потом от того, а условия Стамбула-2 категорически хуже Стамбула-1, то, а кто ответит за период между Стамбулом и Стамбулом-2? Ну, во имя чего это было? Поэтому нельзя поднять флажок просто так, понимаешь? То есть одна из сторон должна получить, ну это как два борца, да, вот так вот, одна из сторон должна положить руку на стол, или уже четко перегибать, и тогда, ну чтобы уже не было там поражения, или одной, или второй стороны, тогда рефери останавливает, ну грубо говоря, и тогда уже общественное мнение и там, и там уже будет как бы готово, да, ну то есть к чему-то. Вот тебе и все ответы на то, что происходит сейчас, понял? А то, что Ранд говорит, ничего нового не сказал, Ранд просто произвел вычисление в так называемом глобальном пределе, да, что такое глобальный предел? Ну, к примеру, у тебя 50 мобилизируемых, а тут 150, да, глобальном пределе, что такое глобальном пределе? Это сокращение дробей, то есть тут делишь на 50 и тут, ну, минус 50, ну или делишь на 50 и тут, но в результате получается, тут будет 0, а тут будет 100, вот тебе глобальный предел, 0,100, значит, теперь вопрос, что делать в точке 0,100, чем это заканчивается? Вывод, да, это называется решение уравнения в глобальном пределе, и так по всем параметрам, долг, выплачиваемый составляет, грубо говоря, 50 миллиардов, у тебя 150, сокращаем, получается у тебя 100 миллиардов неуплачиваемый долг, что с этим делать? Ну, по демографии прошлись, по долгу прошлись, так по экономике, по всему остальному, в результате вот этого умения сокращения дробей ты решаешь уравнение в глобальном пределе, и если получается, что решение в глобальном пределе не в твою пользу, то в таком случае время играет против тебя, соответственно, ты должен делать что-то сейчас, но тогда возникает дилемма, я это называю дилемма Винни-Пуха, в чем дилемма Винни-Пуха, ну, точнее, не Винни-Пуха, а Пятачка, это дилемма Пятачка, стоит Пятачок, и орет ему Винни-Пух сверху, орет ему это, Пятачок, стреляй, Пятачок говорит, подожди, если я выстрелю в шарик, он испортится, правильно, испортится шарик, а Винни-Пух ему говорит, но если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я, это дилемма, дилемма пятачка. Тоже самая дилемма всегда стоит перед кем? Перед властями. Потому что мнение общества там, чего-то еще, это все понятно. Элиты управляют государством. Какую задачу решает власть всегда, во все времена, во все исторические времена? Всегда. Просто по книге. Вот по учебнику. Власть всегда решает задачу какую? Независимо от страны и времени. Решает всегда одну задачу. Удержание власти. Точка. Если все расчеты рандо правильные, то получается сейчас необходимо выходить на Стамбул. Но выход на Стамбул означает что? Означает суд над Майданом, снятие совы с глобуса, возврат в 2013 год и фиксация реального положения дел, как сейчас. Смотри, за Пашинским пришли сегодня СБУшники. Значит, за 14-й год. Слушай, то просто Пашинский тоже красавец. Они тогда что сделали? Они тогда взяли, выкачали, знаешь, когда, как это, когда трубу как это, морозят или как оно там, конфискация или что там происходит. В трубе же технологическое должно быть что-то. Очень много чего-то. А куда это чего-то ушло? Потому что в трубе быть не может. Трубу арестовали, грубо говоря, да? Ну, трубу, да. А то, что в трубе? А это гадость. Когда тебе сольем? Понимаешь? Ну, и так по-другим еще. Поэтому, или там, понимаешь, ну, на донышке осталось. Ну, в хранилище забрали. А там на донышке было. Ну, то есть, в хранилище мы забрали, а зачем нам эти, выбросим все, что было в нем? Выброси, в окно, в окно выброси. Выброси. Ну, и там с тазиком бегают. Ты выбрасываешь эту нефть, а они с тазиком бегают, понимаешь? Ну, ты же, господи, что там с Пашинским непонятно. Ну, а ты же понимаешь, что это политические, то есть, в том числе, вопросы и экономические. То есть, в том, что, в том, что Пашинский намутился этим всем, да знали еще в 15-16 году. Да ну, куча статей было. Ну, зайдите в гугл и почитайте. О том, что Петя мутил на продаже с углем. Ну, что, они не забыли это все? Вы забыли, как блокировали эти паровозы, которые ездили за углем туда-обратно? Забыли эти блокады? А что блокировать? Потому что что-то возили. А, то есть, по бумагам, это амстердамский уголь, грубо говоря, да? А по факту, это паровоз только что проехал оттуда, с Луганска, да? О, вот видите, как удивительно получилось. А Петя, типа, не при делах, да? Ну, а что ж, не ясно. Ну, то же самое с Пашинским. Ну, мы же в интересах государства конфисковали это хранилище. В интересах. Государству надо передать в чистом виде. А какие-то гадости там внутри нефтяная. Вылить ее? Вылить. Ну, вылили и вылили. Понимаешь? Ну, вот. Что ж, Джо, этого не знали, что ли? Ну, это опасный прецедент. В чем она опасная? Если можно за десятилетней давности вот эту историю... Слушай, она никогда не останавливалась, мой друг. Приходить сейчас, то никто... Оно никогда не останавливалась. То через 10 лет могут прийти за тобой. Господи, Боже. А ты не торгуй нефтью, понимаешь? Вот у меня нет нищетов, нищетов. Понимаешь? В сраке я вас всех видел, понимаешь? Вот. Ну, правда, конечно, тяжело. Как это? Тяжелая неказиста, жизнь нищеброда, да? Вот. Кто хочет жить лучше, должен понимать табличку деления. Правильно понимаете? Ну, как бы, как-то так. А что думаешь, что за этими... Так я же тебе говорю, дилемма власти. То есть, если ты поступишь в интересах, грубо говоря, уравнения Ранда, ну, вот этого, да? То в таком случае, в общем, как говорил этот Винни-Пух, тогда испорчусь я, понимаешь? Власть. А власть портится не может по определению, потому что она решает всегда задачу сохранения власти. Ясно. Поэтому, говори, все пропадом, тут главное здесь. Все, понятно. Теперь далее. А в чем еще? Говорят, ну, так и почему же не уйти, не сделать транзит и так далее. Какой транзит, друзья мои? Ты правильно сказал. Через сколько? Десять? Каких десять? Через десять дней за ними придут. Каких десять лет? Столько всего начудили за это время, что придут даже в Кентукки, если они уедут, понимаешь? В Кентукки приедут. По всему миру найдут. У них нет вариантов уйти из власти. Нету, понимаешь? Нету. Вот и все. Поэтому, знаешь, как я сегодня утром в нашем монастыре монахам пояснял, не монахам, молочник приходил, вот, и рассказывал нам разные там истории, значит. А мы ему рассказали, чё, блин, вот про Пашинского он рассказал, кстати, да, правильно. А мы ему, знаешь, что в ответ говорим? А мы ему говорим, слушай. Говорю, ну, так это же, как бы, что ты нам хотел сказать с этим Пашинским? Что выборы начались? Ну, транзит власти? Ну, не выборы, а транзит власти. Он типа, ну, какой транзит власти? Я говорю, как какой? Аутотранзит. То есть власть иногда может транзитироваться на саму себя. Он, знаешь, стоит такими глазами, знаешь, аж молоко бидоны попадали. Это как? А мы ему пытаемся жестом показать, ну, как это? Это как любовь в келье. Знаешь, вот, аутотранзит называется. Ну, товарищ подумал, что сумасшедшие собрались и ушёл от нас. Не знаю, может, ещё с молочком придёт, может, нет. Вот, ну, в общем, как-то так. Говорим, ты что, удивить нас хотел или что-то? Да, друзья, подпишитесь, пожалуйста, на, как бы, многоквартирные кельи Михаила Чаплыги в Телеграме. Они есть. Называется, собственно, чат. И, в общем, разные темы, разные рубрики, разные, скажем так, интересные, как бы, поводы встретиться, пообщаться, попереписываться, помочь многим людям. Это всё в Телеграме-канале, в Телеграм-канале Миха Анархист. Ссылка в описании. Традиционно ставлю и традиционно оставляю. О, 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 о. В имя святого. Значит, смотри, то никто не просил месяц-два, то в один день с разницей в два часа. Ребят, не про деньги речь, потому что мы это не решим. Для эвакуации раненых нам очень срочно нужно найти прицеп, автоприцеп, самый простой. Если у кого-то есть, или купите, или, в общем, через автоприцеп раз, ну, а на пауэр, большой, ну, серьёзный, эту пауэр-станцию, или как она называется, пауэр-банк-станцию, то мы, конечно, ещё соберём. И на Колин, Коля Одесса, это, сейчас я вам скажу, тоже утром, простите ради бога, но это важнее, чем все вот эти шутки-прибаутки. Значит, им там надо, ну, будем большой, они сами собирать, я просто попрошу их поддержать, там, я ищу какую-нибудь Колину эту ТРОшку, я не помню, какой номер, не написал он мне. Вот, ну, неважно. В общем, будем собирать на Колину ТРОшку, потому что, ну, в общем, в общем, я так понимаю, что есть приказ оживить фронт и двигаться вперёд, я бы хотел, чтобы, по крайней мере, те, кому мы помогаем, ну, были обеспечены всем, что им нужно. То есть буду просить тоже об этом. Да, друзья, поэтому подписывайтесь, не теряйтесь и следите за всеми новостями и, конечно же, помогайте и поддерживайте, да, инициативы, которые в Телеграм-кадале у Миши присутствуют. Я вот совершить нашу сегодняшнюю встречу хотел с тобой всё равно, знаешь, я, конечно, очень хотел бы, ну, на настроение какое-то не то. Я всё равно вижу, что настроение не то. Хотелось бы, конечно, где-то поёрничать, где-то посмеяться, где-то включить таинственность и глобализацию, как бы вот глобальная, глобальная, таинственно-конспирологическая обстреча Папы Римского и Хавьера Милея. То есть это прям тема. А тонкость, а тонкость игры слов, я думаю, что не все оценили. Да я и сам не сразу понял. Чат, умничка у нас чат, разъяснил. Тот же сначала вообще требовали его советники разорвать отношения с Ватиканом. Хотя Папа Римский сам, собственно говоря, той же национальности, что Милея, да, приехался в Аргентину. Ну, и они знакомые, я так понимаю, были. И он так смотрит на него. Ну, и в шутку они обнялись. Он так смотрит на него, так у него же прическа такая своеобразная. Говорит, что, постригся? Ну, и народ говорит, ну, а в чём, значит, шутка, в чём прикол? Говорит, ну, как в чём? Говорит, это же он намекнул на то, что тот же же иудаизм принял. Ну, вот его спрашивают, ты постригся? Да, ну, на самом деле, ну, там, можно смеяться, можно там подтрунивать, но говорят, что за этим действительно стоят какие-то серьёзные силы. За одним и за вторым. По поводу этого контакта, то есть, это глобально. Знаешь, кто стоит? Тоже в чате сказали. Стоит за этим всем Парашурама. Параш или Парашур. Простите, я ещё не говорю. Будем говорить Парашурама, что буквально означает «рама с топором». Парашурама истребляет всех царей мира. Да, руки, рама, картина. Картина. Руки, Парашурама, картина. Но всё-таки настроение на самом деле не то. Да, всё равно мы понимаем, что там, когда выходит Данилов говорит, что ситуация критическая, тяжёлая, у нас поменялись, как бы, командующие войсками. Сырский стал начальник генштаба другой, глава ТРО, который там был ещё при Януковиче во времена Майдана в внутренних войсках, теперь, как бы, руководит. В общем, много произошло кадровых изменений, и вот это вот оживление фронта, да, как раз-таки, ну вот Рент пишет, что пора завязывать, ну, для того, чтобы плюс-минус, потому что дальше будет хуже. А так есть возможность будущую любую агрессию отражать, и, собственно, укрепляться, и инвестировать. Я понимаю, к чему ты ведёшь. А у нас наоборот, Миш. Давай с юмором, ещё раз. Понимаешь, вот пара Шурама, ну, зря ты смеешься, серьёзный бог, на самом деле, ну, абсолютно без шуток, он знаменит тем, что он сносит головы всем царям и правителям, да, просто сносит. И приходит, по сути, его эпоха, по большому счёту. Теперь касательно того... Эпоха пара Шурамы. Ну, типа того, я образ. Ну, а теперь то, о чём ты говоришь. Это то, о чём говорил Стариков. Наверное, среди военных экспертов это номер один, кого слушаю я. Ну, то есть я не военный эксперт, но мнение своё складываю на основе логики, которую излагает Олег Стариков. Он изложил логично вещи, которые понятны и Ранду, и мне, я думаю, любому другому. То есть, если ты находишься в обороне, то тогда соотношение один к трем тех, кто наступает. Они три теряют, ты один, да? Когда ты выходишь из обороны в наступлении, тогда либо три-три, либо три-один. Ну, то есть как бы соотношение, да? С кем ты выходишь? У тебя есть профи, уже настоящее. Может быть, два года назад это были такие, как вот Коля два года назад наш, да, Одесса. Он, по сути, в тапочках, как было, пошёл в ТРО тогда, буквально утром следующего дня, защищать Абалу. Он два года на войне. Теперь это матёрый профи военный, понимаешь? И есть вот эти матёрые профи военные, но они за два года, ну, представляешь, как они устали? А плюс нету поставок, нету поддержки там, грубо говоря, материальной в плане необходимых им средств и так далее. А если вдруг ты на фронт, начинаешь массово мобилизировать за ухо тех, кто категорически не хочет туда идти. Они же могут писать бумаги о том, что они отказываются выходить на нулевые позиции? Могут. Они могут пытаться сохранить жизнь путём выхода на какие-то частоты, поиска, где бы что там сдаться и так далее, хотя бы, чтобы выжить. Они тем самым будут подставлять своих ребят, которые раскроют их позиции и так далее, ну, своих же. Понимаешь? Всё это складывается в какую-то картину очень нехорошую, что это и будут те слабые места. То есть, парадокс, там, где ты укрепляешь, становится слабым местом. Понимаешь? И если ещё и оживить, то произойдёт что? Переворачивание. А переворачивание означает что? Падение, пролом. Пролом фронта что означает? Понимаешь, вот о чём говорят. И Ранд, и Стариков, и логика этого всего процесса. Понимаешь? Это очень опасная штука. А, вишенка. Многие спрашивают с этим, не чай, не чай, не чай, не чай. Вы можете сопоставить две вещи? Представьте себе на фоне всего, что сейчас происходит. То есть, это обратная сторона вот этой насильственной мобилизации. То есть, по большому счёту, по большому счёту, все же понимают, что нужно максимально сейчас собрать, чтобы заткнуть дыры, да, там, замануть раствором, да, замануть. Если ты это начинаешь делать, получается, что эти места становятся по определению слабыми, да. Но дело же не в этом. По сути, тебе предлагают два варианта. Либо туда билет в один конец, либо преступник. Вариантов нет. Естественно, что либо билет в один конец, либо преступник. Что выберет любой живой человек? Преступник. Но ему это будет приятно? Нет. Это будет просто. То есть, никакого эффекта мотивации или чего-то ещё это не даст. Вообще никак. То есть, это просто родит что? Это родит внутренний протест. И мы видим это в Космаче видим и в других. Там же не только. Это просто Космач – это наиболее популярная сейчас видимая часть. А теперь представь себе. Ты послушай, о чём они там говорят. Просто вслушайтесь. А это ж было. Это было. Если вы сейчас поищите в Гугле, если не потерли, поищите, что было в конце весны 2022 года и далее. В Тернополе, в Стрию, там где-то было. В Львовской области, ближе к Львову, там несколько населённых пунктов. Это ж выплывало всё. Когда требовали командиров, куда делся командир? Наши там, а что он делает тут Стрию у нас? А что командир не с ними? Да, и так далее. Всё это было. Ты к тому, что это было. Внимание. Эффект интервью Такера с этим, с Путином. Эффект следующим. Путин делает посыл, что, собственно говоря, вся эта его история говорит о том, что, мол, да мне, собственно говоря, западная вообще сто лет не впала. Я уже заколупался её в Европу. Вы же Европу все хотите. Ну так я не собираю. Я не хочу. Мне неинтересно. Всё. И он даёт понять, что против Запада Украины он воевать не хочет. Это история с Береговым, да? Вот видали. Смотри, как работает это. То есть, с одной стороны, выходит некий Путин и начинает рассказывать о том, что да я вообще хочу, чтобы вы сами куда-то отстегнулись. Я не буду с вами, мне оно неинтересно. Понимаешь? А с другой стороны, усиленная мобилизация, этот проект закон. Что должен... Ну, то есть, это же психологический расчёт. В две руки же, понимаешь? Психологический расчёт. Что должна... Вот послушай, что говорят в космосе, что говорят там другие. Говорят, да подожди, да Путин нам как бы вообще их ходить сюда не хочет. А чё наши хлопцы повинят свинтери эту пополню? Понимаешь? Это очень опасно. Это нужно просчитывать социальные последствия. То есть, вот в чём опасность речей Путина. Она с математической точностью ложится на то, что происходит у нас. То есть, они просчитывают. У вас начинается... Говорят они, у вас начинается усиленная мобилизация, которая рождает протест. Равномерно размазанный везде. И тут выходит Путин и говорит, а вот вам точка разлома. Я сюда ходить не буду. И получается, да? И начинает рваться эта ткань. Вот что они добиваются, понимаешь? Но это игра в две руки, по сути. Потом, значит, для того, чтобы... Поскольку финансов нет, экономики нет, ничего нет, и всё, оно летит, торры, нужно что? Нужны победы. Для того, чтобы была победа, нужно... Оживить фронт. Логично, да? Чем? Опять же этой мобилизацией, вот этим вот затыканием, да? И тут выходит Старик и говорит, так это и будут слабые точки, по сути. То есть, это обратный эффект. И тогда выходит Ранд и говорит, так мы это всё просчитали математически, аналитически и математически. И в глобальном пределе. И вот вам математика. Но любой, кто выйдет с этой математикой и скажет, она достоверна, будет, а, агентом Кремля, ну, ты же понимаешь, да? Ногой ФСБ, а то, что Ранд советует Пентагону, это уже никого не гребёт, понимаешь? Ой, там вообще никому советовать. Лой Тойстин опять в больнице, теперь мочевой прихватил. Ну, дело такое. Ну, дай Бог ему здоровья, я не хочу, я всем желаю здоровья, удачи. А Кулебу собака покусала, Миш? Вот я хотел утром про это написать, а с другой стороны слушай. Ну, реально, собаки без поводков, а если на детей? Ты пойдёшь защищать, собака начнёт тебя грызть. Ну, я хотел поёрничать, но потом решил, что это не тот случай. Поэтому тут я искренне сочувствую Кулебе и считаю, что неправильно то, что происходит, имеется в виду собаки без поводков и так далее. И касательно того же Лойда Остина и Карла Третьего и так далее, дай Бог им всем жизнь и здоровье. Это искренне. А идеологически можем спорить, политически можем спорить и так далее. Я далёк от мысли, что там, ну, я считаю, что каждый про свой. Остин пропентагоновский, Путин, там, наверное, прокремлёвский, Орбан провенгерский, там, словацкий, значит, премьер прословацкий, а мы в Украине все проукраинский. Просто мы можем видеть по-разному это всё. То есть вот есть математика Ранда, вот есть пропаганда, ну, то есть вот картина, ну, куда толкает пропаганда. Ну, и что выбрать? То есть один скажет, нужно слушать Ранда, а другие скажут, нужно слушать пропаганду. И что, друг друга вешать ярлыки, кто там, про какой? На самом деле это обе проукраинские позиции. Просто необходимо их было в публичной плоскости обсудить. Ну, это как два крыла. Нужно было обсудить, чтобы сбалансироваться и правильно выбрать направление и лететь. А если ты будешь вечно отсекать одно из крыльев, то сам будет кувыркаться и в результате упадёт. Вот главный вывод всего происходящего. Ну, как мне кажется. Ну, и точка, чтобы была вот такая. Эх, эхей, залужный вернётся. Нет, дважды в одну реку не входят, это первое. Второе, скорее всего, залужный. Понимаешь, ничего ему не будет. Там говорят, что там какие-то, там что расследуют на него там и так далее. Понимаешь, когда на следующий день после отставки тебе вручают героя, ты же понимаешь, то есть это уже будет выглядеть, ну, то есть это выстрелит себе в ногу. Поэтому нет, ничего там, никакого шантажа по нему не будет по итогу, то есть это всё обнулено. А в ответ он, скорее всего, не будет играть в политику. В результате будут смешаны все карты у тех, кто рассматривал, ну, вариант такой политический, что, значит, что залужный идёт, мол, в политику, и мы под ним, и там всеми боярщины и так далее. Я думаю, что залужный реализует себя на поприще, скажем так, образовательном, то есть учительском, ну, с большой буквы. А дальше, дальше как жизнь покажет, скажем так. Да, интересно. Спасибо большое, Миш, за твоё время и твои мысли. Друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Пожалуйста, поддержите лайком, пишите в комментариях, что думаете, ну, и, конечно, подписывайтесь в Телеграме. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok